Ситуация в зоне АТО остается напряженной. Трое украинских военных погибли, пятеро раненые. С тяжелого вооружения наемники били и в Луганской области, где давно не было массированных обстрелов. И кроме того, они активно ведут атаки на Донецком направлении. Все подробности узнаем у нашего военкора Ирины Баглай. Вчера также посреди дня боевики открыли провокационный огонь. В результате погиб один из защитников промзоны. Бойца не спасли ни укрытия, ни бронежилет. Можливо, это был снайпер, возможно, это был крупный прибор не просто кулемет. Наемники бьют из тяжелых орудий меньше, но безопаснее, говорят офицеры, здесь не стало. Дело в том, что я думаю, что стрелецкая оружие это ерунда. Просто на промзоне и встань до противника 50 и немножко может быть до 100 метров. Поэтому стрелецкая оружие тут надзвучально небезопасная, даже больше, чем минометы. Перемирие или не перемирие, а эту позицию наших военных под Ясиноватской трассой боевики обстреливают ежедневно. Не удается выбить военных силой, они идут на подлость и хитрость, поджигают блиндажи, поэтому у пехотинцев всегда под рукой автомат, лопата и медицинские носилки. В брустер бьют, принимают сжигатель, он загорается. Потушить не дают, по лопатам лопать, как землю засыпаем. У них там полностью все вставлено блендажами, вытягивают зброю, яку заборонено. И нас начинают обстреливать. Чтобы не предпринимал враг, пехотинцы отступать не намерены. С этого рубежа они полностью контролируют боевиков. Кроме того, удерживая этот участок фронта, армейцы теперь не допускают прохода ДРГ противника в сам город. Его старая часть за непробиваемой стеной обороны.